Все больше висыгинцев попадает в ловко расставленные сети мошенников. За последние три месяца жители сообщили, что стали жертвами разного рода аферистов. Хотелось бы выделить несколько способов мошенничества, конкретно так называемое романтическое мошенничество, когда люди, обычно женщины, в социальных сетях знакомятся с каким-то иностранцем, которые часто представляются военнослужащими США и говорят, что у них в каких-то горячих точках есть какие-то проблемы. Они имеют много денег, но чтобы эти деньги получить себе, им нужны какие-то суммы, обычно большие, для того, чтобы они имели возможность пользоваться этими деньгами. И вот, как показывает последний случай, там женщина познакомилась с военнослужащим, там он попросил перевезти деньги, чтобы он мог пользоваться своим имуществом, с горячих точек. И эта женщина перевела этому человеку более 10 тысяч евро. По этому случаю начато досудебное расследование и будет устанавливаться, куда эти деньги пошли. Но, как обычно, уже с первых материалов видно, что деньги идут в зарубежный банк куда-то, и это расследование будет занимать много времени. Так вот, хотелось на это вратить внимание, что если у вас есть какие-то с кем-то отношения, с незнакомцами, которые просят уже по социальным сетям перевезти деньги за какие-то дела, чтобы вы как бы не попались на эту удочку. Второй такой случай, когда люди попадают на, скажем, паутину мошенников, есть то, что по объявлениям покупаются разные вещи и переводятся деньги, а вещи не получаются. Чаще всего это бывает, когда, скажем, помещается объявление в какой-то сайт, что продается, например, эта машина, и продавец просит быстро перевезти какую-то сумму, якобы залог, чтобы он эту машину не продал. И он торопят как бы покупателя, и покупатель переводит деньги, а потом оказывается, что ни денег, ни машина. Ну и обычно в таких случаях еще есть такой вариант, что этот продавец посылает покупателя в какой-то другой конец Литвы, указывает, что он, например, живет где-то в Клайпеде или в той стороне, в другой стороне Литвы, и пока там человек перевел деньги, он там мчится в другой крае Литвы, там и деньги снимаются, и все это пропадает. И тоже бы хотелось на это обратить внимание, чтобы люди, если что-то собирается покупать, как и по объявлениям, как бы и в сайтах, чтобы убедили, что это реальные, какие это продавцы, что они реально продают эту машину, там, если покупать по интернетным магазинам, то есть там отзывы, можно посмотреть в интернете, реально, нереально там работают эти магазины, как другие покупатели, там, о них отзываются, а не сразу там покупать вещь, не убедившись, что она будет доставлена. И в последнее время появился, как бы, новый способ мошенничества, когда у людей, которые имеют счеты в банке и этими счетами пользуются через SmartID, то на SmartID приходят запросы о подтверждении первым пин-кодом на SmartID, и люди, не убедившись, что это, они сами какое-то совершают действие с этим, они вводят этот первый пин-код. Обычно после того, как они ввели пин-код, им следует звонок, обычно предоставляется, что это работники банка, и так как они уже попали на ваш, скажем, счет в банке, они видят, кто вы такой, сколько вас на счету денег, и другие данные, которые вы предоставляли банку, то они только не могут без подтверждения вторым пин-кодом перевести денег с вашего счета, они вас уговаривают якобы для укрепления безопасности вашего счета ввести второй пин-код, и на ваш телефон уже приходит на SmartID запрос на второй пин-код, и когда человек под уговором вводит этот пин-код, обычно деньги переводятся тоже на другой счет. Вот, как показывает практика, это более связано с русскоговорящими людьми, и по Литве, как мы посмотрели, в общем, как есть, то такие преступления совершаются вот в нашем городе, было несколько случаев, скажем, в Клайпеде и Вильнюсе. Обычно эти люди, которые предоставляются, работники банка, говорят только по-русски, по-литовски они не говорят, и деньги, как показывается, переводятся на зарубежные счета, тоже же за Литвой, и под соединение к банковским счетам тоже идет через зарубежные компьютерные сети, то есть это действуют международные, как бы сказать, преступники, и тоже, как бы, завладеют большими суммами денег. Тоже хотелось бы обратить внимание тех, кто пользуется SmartID. Если ничего-то вы не делаете, а к вам пришло сообщение SmartID, что подтвердите присоединение к банку, то вы отклоните это предложение и ничего не делайте. И это будет, как бы, безопаснее.